На этих выходных мы практически ежеминутно наслаждались европейским футболом, были топовые матчи практически во всех европейских чемпионатах и мы безусловно подробнейшим образом поговорим о них в сегодняшнем выпуске, но футбол нас никуда не отпускает и уже посередине недели нас снова ждет море увлекательных афиш. Одна из самых интересных, на мой взгляд, это Манчестерина, этот Лестер, конечно же. Второй год подряд команда Брэндона Роджерса может упустить место в Лиге Чемпионской четверки и можно провести параллели между тем, как Лестер действует сейчас после маркерской паузы на сборной и с тем, как команда играла после рестарта прошлого чемпионата, вот после коронавирусной паузы. Это действительно матч с Ньюкаслом очень удивил, наверное, в первую очередь по счету и по тому, как развивалась игра, но если брать весь отрезок конец марта-апреля-начало мая, мне не кажется, что Лестер заслуживает 19-го места по пропущенным мячам, то есть хуже на этом отрезке только Шеффилд. Конечно, это перебор, но тем не менее, конечно, Лестер сдал и сейчас выглядит на уровне середняка. По большому счету, судьба Лестера в руках Манчестер Юнайтед, потому что сначала очный матч, потом через несколько дней матч Манчестер Юнайтед против Ливерпуля, который отстает от Лестера на 3 очка по потерянным. И с учетом календаря Ливерпуля очень легкого, даже для нынешнего Ливерпуля, конечно, игра Манчестер Юнайтед-Ливерпуль тоже приобретает ключевое значение, в том числе для команды Брэндона Родерс. К сожалению для нее, я думаю, что как минимум в матче с Манчестер Юнайтед все будет не очень хорошо. Бэтбум предлагает отличный коэффициент просто на победу Манчестер Юнайтед, но я бы сыграл рискованнее и взял бы победу Манчестер Юнайтед с тоталом больше 2,5. Ссылка на указанные события в закрепленном комментарии. А если по каким-то причинам вы до сих пор не ставили, но очень хотите сделать это на Бэтбум, то регистрация на сайте Бэтбум не займет более 15 секунд. Барселону Атлетику 0-0. Результат, наверное, самый возможный, самый лучший из возможных, вот так скажу, пожалуй. Потому что переиграть Барселону в своем нынешнем состоянии Атлетику не может. Вот в первом круге это было возможно, это случилось, потому что у Атлетико была форма смешанная с фартом. А сейчас фарта у Атлетико нет, да и форма особая тоже. Атлетико выполнил программу минимум. Он присыгновал Барселону, заставил ее нервничать. Барса, если ей мешает разыгрывать мяч, Барса теряется при ровной декумане. Это так. Но понятное дело, что самолюбие Барса было очень сильно вызвано после такого первого тайма, когда Атлетико чаще бил по воротам. Атлетико создавал моменты, которые были острее. И во втором Барсе просто навалилось. Знаете, вот эта вечная дилемма, когда Месси вбегает в опорную зону, полукруг, да, перед штрафной. Если ты на нем свалишь, у него будет очень опасная штрафная. Если ты на нем не свалишь, то, по сути, он тебе забьет в свои любимые левые только сыгры. Вот Атлетико терялся больше всего в таких эпизодах. И Филиппо, вот он был посажен на желтую карточку, наиболее паническим защитником выглядел в этом матче. Все зависит от Севилья. Когда я записываю это видео, я не знаю, как сыграла Севилья. Я вам честно говорю, как сыграла Севилья с Мадридским Реалом. Но в целом, в контексте сезона, такой Атлетико, если станет чемпионом, он будет очень фактовым чемпионом. Это будет чемпион, который приложил средние усилия, а другие просто обосрались. Это будет знаковое чемпионство, это будут выдающиеся достижения, но не такое заслуженное, как в сезоне 13-14. Завершился только что очень эмоциональный матч Севильи против Реала. На самом деле, посмотрев на стартовые составы, я ждал тут именно тактического матча, потому что Лапитеги очень сильно удивил. Выпустил в качестве ложной девятки Папу Гомеса. Это было очень интересно, потому что, не помню я вообще ни разу, чтобы они сыграли без Несери и без Люка де Йонга сразу. Как минимум, один из них всегда выходил. На самом деле, все эти интересные замыслы, они просуществовали очень недолго. Потому что после того, как Севилья, действительно хорошо начав этот матч, после стартового натиска забила гол, мы наблюдали просто автобус, в котором уже ложная девятка, Папу Гомес занимался совсем не другой работой, а мы не могли смотреть за тем, что на самом деле придумал Лапитеги. И в итоге матч получился не тактическим, а именно очень эмоциональным. В том плане, что команда играли отрезками, то есть даже не было какой-то тактической борьбы за инициативу. Очень много банально того, что ты играешь по счету, ты прижимаешься, и другая команда давит. Вначале отрезок был у Севильи, потом у Реала практически вся концовка была за ними. И это, может быть, не очень было интересно, не очень было с точки зрения тактики, но зато с точки зрения эмоций и с точки зрения вот этой вот развязки, когда Реал в самом конце смог сравнять счет, это, конечно, было очень мощно. Ну а сейчас, конечно, Атлетико выглядит легким, но все-таки фаворитом в этой гонке. Если бы Реал выиграл, мне кажется, вообще были бы совершенно равные шансы у всех трех команд. Но сейчас все-таки кажется, что все равно супернепредсказуемо, но, наверное, все-таки Атлетико. Манчестер Сити Челси и победу Челси перед финалом, мне кажется, будут вспоминать постольку поскольку. Это были не те команды, это сумасшедшая ротация, это настолько перелопаченный состав что у Манчестер Сити, что у Челси, я не знаю, как у Дип Перпл после пятого альбома. Это не эксперимент для того, чтобы поразить соперника, это просто попытка дать отдохнуть основным лидерам каждой из команд. И, как мы видим, было очень много хаоса из-за этого. Сити в первом тайме придерживался своей концепцией. Сити старался методично владеть мячом и двигать его аж от защитников. Когда Челси прессинговал защитников Лапорта, Диа Ширяки, мяч у Сити не двигался, потому что он летел им за спины и где-то там в борьбе терялся. Но стоило Челси расслабиться, буквально на секунду, не запрессинговать Лапорта и, вы помните, он начал атаку голевую для Манчестер Сити. Ну, Криссонсон ошибся, но бывает, спровоцировали ошибку, так или иначе. Меня больше всего в этом матче восхитило, насколько Челси похуй. Челси просто похуй. У них был один матч с Аутгентом, когда они пропустили первым, и потом отыгрались. Все, тогда закончилось все 1-1. А тут, ну ладно, нас переиграли нашим же методом. Ну, они делят равные ценности, да, владение, прессинг, контрпрессинг, пока мяч у тебя тебя не забит. В втором тайме они просто решили, мы будем владеть больше, мы будем владеть агрессивнее, мы будем отбирать мяч чаще и держать его плотнее, чем Манчестер Сити. Потому что нам надо отыгрываться, чем Манчестер Сити. Это, знаете, два Человека-паука с того самого мема, которые друг на друга показывают. Только один оказался чуть мускулистее, да, одному было чуть больше надо. Потому что Челси, в отличие от Сити, за что-то борется. Челси борется за прописку в топ-4, за Лигу Чемпионов на следующий сезон. Можно, конечно, выиграть Лигу Чемпионов, но гораздо надежнее, мне кажется, именно так. И, мне кажется, далеко идущих выводов не надо делать по этому матчу. Например, герои прошлых дней, прошлых недель, последних недель. На голову Канте в этом матче был не так хорош. Это была не его игра. А я еще, знаете, последняя ремарка. Странно, зачем вышел Жоржиньо? Помните, просто команда начали летать туда-сюда. А Жоржиньо это человек, который задает ТЭП игры. И мимо Жоржиньо все пролетали, пробегали, как мимо старого дряхлого охранника в женском общежитии. Матч Манчестер-Сити и Челси, конечно, получился такой слегка похмельный после Лиги Чемпионов. И тот-другой тренер позволили себе эксперименты. Не играл, например, у Челси Маунт, не играл Хавертс, у Сити не играл Гюндаган, ну и вообще Де Брёйн. То есть, в общем, достаточно произвольные, скажем так, были составы у тех и у других. Тем не менее, матч срок получился занимательный, список жертв Томаса Тухеля продолжает расти. Собственно, Гвардиолы он уже выиграл в кубковом матче. Теперь вот еще и в матче чемпионата, хотя эту игру даже сам уверен, наверное, должен был проиграть, если бы Агуэра не исполнил этот идиотский пенальти в конце первого тайма, который вообще-то хорошим должен 0-0 был заканчиваться, этот первый тайм. Из ничего получился первый гол Сити и затем уже последующий пенальти. В общем, вот этот вот промах Агуэра вот такой небольшой символический вышел. То есть, конец эпохи все-таки Агуэра уходит. Другие люди теперь в Сити задают тон и, возможно, все-таки аргентинец зацепит Лигу чемпионов. Но этому может, опять же, помешать Челси с его удивительным, конечно, результатом в этом сезоне. Про Тухеля можно говорить много, но все-таки это удивительный пример того, как человек по ходу сезона, не получив, в общем, новых игроков, то есть он работал с теми, кто был у Лэмпорда, полностью изменил игру команды. Причем, ну вот реально от багажа Фрэнки практически ничего не осталось. То есть это показывает, что, в общем, работа может приносить свои плоды. Нельзя, что там будет дальше, но в этом, по ситуации, на данный момент, конечно, Тухель, на мой взгляд, главный претендент на звание тренера года. На прошлой неделе в РПЛ определился чемпион. Денис Алхазов и Кирилл Дементьев блестяще вам рассказали свое отношение к этой команде. Пока я прекрасно проводил время на улицах Санкт-Петербурга. Ну а на этой нас ждали, казалось бы, два матча с Увецкой ТОП. Локомотив Динамо и ЦСКА Краснодар. И мне кажется, что очень удачно подобрались соперники друг к другу, потому что Локомотив похож на Динамо. С точки зрения того, что весной мы не видим какого-то очень сильного тактического разнообразия, мы знаем, как играет Динамо, мы знаем, как играет Локомотив. И это не говорит о том, что это плохо. Это действительно одни из самых качественных команд на этом отрезке. Динамо, на мой взгляд, немножечко не повезло. И в том числе с судейскими решениями, если мы говорим про борцовские приемы против Николая Комельченко в матче против Химок. ЦСКА Краснодар тоже друг на друга очень похожи, потому что, понятно, Виктор Гончаренко объединяет эти команды, смена тренера по ходу весенней части сезона и, наверное, смена большей части состава в летнее трансферное окно. Честно говоря, я очень сомневаюсь в перспективах ЦСКА на следующий сезон, потому что, если мыслить логически, то прошлым летом потратили достаточно много денег по меркам чемпионата России. Естественно, мы не берем какие-то европейские суммы. В Лигу чемпионов точно не вышли, в Лигу конференции, Лигу Европы, ну, тоже вряд ли. Я думаю, что все-таки Локомотив выгорит кубок, а Рубин и Сочи одержат победы в 30-м туре. То есть ЦСКА очень вероятно, что остается без верокубков. Будут ли деньги? Честно говоря, повторюсь, очень сомневаюсь. То есть нужно кого-то продавать, и продавать очень хорошо. А если сейчас у ЦСКА такие серьезные активы, ну, не знаю. Разве что, конечно же, Иван Обляков и Изат Ахметов, ну, Краснодар тут должен подсобить ЦСКА. Краснодар очень не нравится с точки зрения действия в атаке в топовых матчах, что против «Зенита», хотя до определенного момента не давали создавать у своих ворот. Всего лишь несколько раз дошли до штрафной соперника. Сейчас три удара и штрафной, и помимо гола, классно самый опасный удар в составе Краснодара нанес Игорь Дивеев. Это тоже о многом говорит. ЦСКА, наверное, впервые выиграл матч за счет решения Вицеолича, замены, которые произвел Хорват. И то, что он выпустил Рандона в пару к Чалу, это очень интересно. Но сейчас говорят о том, что Рандона не будут выкупать, поэтому тут тоже перспективы ЦСКА не очень понятны. Ну, может быть, будет классная связка Антона Заболотна и Федор Чалов. В общем, ЦСКА и Краснодар совершенно непонятны. Что касается матча «Локомотив-Динамо», то в первом тайме «Динамо» мне понравилось намного больше, потому что был слаженный прессинг, очень хорошо выводили они «Локомотив» на потери. И даже если «Локомотив» не терял мяч вблизи своей штрафной, то Пабло был вынужден давать длинную передачу, а «Зел Луиш» там не всегда классно скидывал мяч партнерам. То во втором тайме, особенно, конечно, после удаления Ордица, «Локомотив» имел большое преимущество территориальное, но один момент со стандарта, этого тоже мало. То, что произошло с «Локомотивом» и в матче с «Зенитом», и в матче с «Динамо» после 11 побед подряд, это абсолютно нормально. И это должны принять абсолютно все. Я думаю, что Николич и команда это понимают. В первую очередь Николич, но понять и принять это должны болельщики. Да, бороться за второе место теперь будет очень сложно. Спартак играет сегодня против «Химок», хотя, конечно, это Спартак, но все-таки 4 очка всего лишь нужно набрать команде ТДСК. Для того, чтобы занять второе место, очень велики на это шансы у красно-белых. Но я думаю, что третье место «Локомотива», учитывая то, что было осенью, и выигранный кубок, я все-таки думаю, что «Локомотив» выиграет у крыльев. Это будет очень неплохой итог сезона, первого полноценного сезона в России для Марка Николича. Всем привет, друзья! Только что вернулся с матча «Ювентус-Милан». До сих пор нахожусь под впечатлением, потому что, конечно, никто не мог ожидать такого. «Ювентус» сыграл ужасно. Криштиан Роналду сыграл ужасно. Его просто не было на поле. Это было отсутствие тотальное. А «Милан», наоборот, провел один из лучших матчей в этом сезоне. Даже когда они лидировали, даже когда у них была очень хорошая серия, мне кажется, у них вот матчей такого качества не было. Потому что сегодня вообще не было ошибок. Единственная ошибка, наверное, это незабитый пенальти. Но, как вы видите, даже без него «Милан» сумел выиграть 3-0. При этом они потеряли по ходу матчей Брагимовича. Они потеряли Браима Диаса, который начал в себе чувствовать какие-то лидерские качества. Забил первый гол, заработал пенальти и тоже потом получил травму. Короче говоря, «Милан» в не самых классных условиях все равно провел суперкрутой матч. И это очень здорово. Что касается «Ювентус», у меня нет никаких сожалений по этому поводу. Даже если они не выйдут в Лигу Чемпионов, ну, пора бы уже им, наконец, получить какой-то щелчок по носу. А «Милан» будет в Лиге Чемпионов, я почти уверен. Да, в последнем туре матч с «Талантой». Возможно, будет таким стыковым за выход в эту четверку. Но я думаю, что «Милан» вот в этой игре с «Ювентусом» как раз окончательно сам для себя утвердился в статусе команды, которая должна быть в Лиге Чемпионов. Не получилось побороться за «Скудетта» по-нормальному, но как минимум туда попасть, опять вернуться, они просто обязаны. Ибрагимович, надеюсь, не получил серьезную травму. Вроде бы он там улыбался и все было хорошо. Хотя, конечно, падение было неприятным, на ровном месте абсолютно колено. Но думаю, что все будет хорошо, и он к Евро вернется обязательно. Ну, а «Ювентусу» просто надо начинать перестраиваться. И, скорее всего, так и случится. Вся эта история с «Суперлигой» и у них сильно выбил почку из-под ног, и с тренером непонятно ничего, и с Криштиану непонятно ничего. Я думаю, что лето будет сильно их изменять. А если резюмировать по матче «Ювентус-Милан», просто это был прекрасный матч, но только в исполнении одной команды. Все время спрашивают, уволят ли «Зидана» из «Реала» и что дальше. Во-первых, «Зидан» уже много раз по ходу этого сезона увольняли. У него были постоянные финалы, которые в основном он выигрывал. Но вот в последнее время с выигрыванием финалов сильно стало похуже. Проиграл «Челси» в испанской лиге. Несколько неудачных результатов. Но я бы хотел вспомнить, что мадридский «Реал», вообще-то говоря, исторический, и особенно в эпоху Флорентина Переса, это не про тренеров клуба, это про игроков. «Реал» собирает топ-звезд, топ-команды, а тренера задача просто-напросто, что называется, не испортить. У Переса по-прежнему ощущение, что тренер это далеко не главное в клубе. С «Зиданом» вот у него великолепно получилось, что действительно игрок с мировым именем, да еще и свой, оказался еще и очень въедливым, приличным специалистом. Его действительно собрали тогда крутую команду. Там реально были все в самом соку, да еще и топ-звезды. Роналду, Бензема, Бейл, Кросс, Модрич, Марселло, Каземиро, Рамос, Варан. Такого состава ни у одной другой команды, я думаю, не было на таком отрезке. И неудивительно, что «Реал» выиграл эти три лиги чемпионов. Ну а дальше, вот последние трансферы «Реала» были не такие удачные. Азар, пожалуйста, как провалился. Пока не оправдывают в полной мере себя все эти многочисленные бразильцы. Поэтому главный вопрос про «Реал» это не кто будет тренировать или уволит «Зидана». Главный вопрос про «Реал» это перейдет ли там Баппе, Холланд или кто-нибудь еще, например, Харри Кейн. Вот когда «Реал» вновь соберет топ-команду именно по составу, тогда уже вопрос тренера может быть более интересен. А пока это далеко не главный хайп в том, что касается в адридского «Реала». Антихайп, ребята. Чемпионшип – это подводное течение под английской премьер-лиги. Оттуда выходят очень часто крутые команды. Чемпионшип закончился. Регулярный сезон, 46 туров сыграно. Выходят точно Норвич и Вотфорд. С ними определились еще в туре с 43-м. Ну, незадолго до конца. Даниэль Фарки продолжает работу в Норвиче. Там тему «Пуки» и там выдающийся Эмилиан Буинди. У него 15 голов, 15 голевых передач. Я думаю, его кто-то купит после прошлого сезона. Но он по-прежнему в Норвиче. И я думаю, ценник он сейчас себе набьет. Особенно, когда в английской премьер-лиге себя покажет. В зоне плей-офф Суонси, Борнмут, Брэнфорд и Барси. Суонси – команда, которая там полюбилась. Помните Суонси Лону, да, в английской премьер-лиге? Начало нулевых годов. Не нулевых, десятых годов. Брэнфорд – одна из самых ярких команд. Там и в Антоне. Чувак, который забил 30 мячей, отдал больше 10 голевых передач. В Брэнфорде вообще постоянно очень классные нападающие в последние годы. Борнмут, наш старый знакомый, пангель из премьер-лиги. Тоже хочется видеть эту команду, но она без Эдди Хау. Уже год Эдди Хау ушел после вылета Борнмута в чемпионшип. И Барнсли. Ее тренирует Валерина Смайель, экс-игрок Баварии. Дементьев, наверное, на стуле подскочил. Как? Как? Тот самый Смайель? Вот, да, тот самый Смайель. Он пократил команду осенью, когда она шла на 21 месте. То есть, недалеко от зоны вылета. И поднял ее в зону плей-оффа. Я желаю Барнсли удачи. Эта команда, которая, дай бог памяти, когда же я там родился? В 96-м году я родился. Они играли сегодня 97-98, если не ошибаюсь, в Мангельской премьер-лиге. У них один из самых скромных бюджетов в чемпионшипе. В Мангельской премьер-лиге они будут просто антирекордсменами. Я просто желаю удачи. Это классная история. На фоне суперлиги, агент с модерн футбол, да, Барнсли. Я буду за них притапливать в плей-офф чемпионшипа. Но самое крутое случилось в зоне вылета чемпионшипа. Там, между прочим, дерби, осел дерби, который возглавляет Уэйн Рунь, да. Он больше не играющий тренер, он главный тренер команды. Там был Виком Вондерерс. Они впервые играли в чемпионшипе. Своя история. И Виком Вондерерс, это та самая команда, где Адебайо Кинфедова, да. Вот это бугай. Бугай огроменного роста и габаритов нападающих. Он, кстати, уже под 40, я думаю, карьеру он скоро завершит, если не после этого сезона. Там Шеффилд Уэнсдей и там Роттерхэм. И вот Шеффилд Уэнсдей в последнем туре играл против дерби. Игра на выживание. Виком и Роттерхэм вряд ли могли спастись. Но, вы представляете, в два мяча проигрывала команда Уэйна Руни, и она сумела сделать счет 3-3. Сыграть в ничью и остаться в чемпионшипе. Это очень круто. Я думаю, фанаты не в восторге от Уэйна Руни. Все-таки дерби Фрэнка Лэмпорда, игравший в финале чемпионшипа, плейер чемпионшипа, да, сколько там лет назад. Потом Филиппо Коку, прославленный даунный тренер. И Уэйна Руни. Это Ян Дамгрин. Извините, мне пора бежать. Там дусовка. Ваши вопросы и комментарии отсюда из Майами. Где новые выпуски? Вопросы к Кириллу Юрьевичу. О, есть. Почему в Баварии выбор пал на Юлиана Нагельсман? А на кого еще он мог пасть? Сейчас не так много тренеров готовых, которые могли бы Баварию прям вот так вот возглавить. Нагельсман наиболее очевидный вариант. Лучший немецкий тренер из молодых. Свободный более или менее. Ну, в Германии все тренеры свободные, если дело касается Баварии. Вот. Ну и плюс, ну, он, очевидно, может расти. Что может Нагельсман дать Баварии? Ну, сделать игру команды еще более разнообразной, наверное. Что еще можно? Хотя, в общем, серьезно усиливать после флика, это действительно довольно сложно. Хотя мы помним, что Гвардиола, придя против после Хайнкеса, игру команды все-таки изменил. Многим кажется, не в лучшую сторону, но изменил. Где фирменная рубашка? Ну, что делать? Ну, вот это вам нравится? Почти фирменная. Какое преимущество получил Интер, вылетев из Лиги Чемпионов? Да, пожалуй. Хотя, я думаю, что не в этом дело. Я думаю, что Конта все-таки действительно сумел очень понятную игру поставить и использовать лучшие качества своих игроков. Главное, чтобы он теперь психозом своих всех не довел, как это обычно бывает. Выпуск без Владимира Сергеевича, как борщ без мяса. В общем, вегетарианский борщ тоже имеет право на существование, но в целом согласен. Здоровья ему. Каких игроков скупил Зенит? Ну, про Зенит это не ко мне. Так. Кто у Артема Де имиджмейкер? А кто такой Артем Де? Кто такой Дэдпул? Может, что-то изменилось, пока я был в Америке, знаешь? У нас новые люди появились. Где-то Артем Де? Прокомментируйте переходы тренеров в Бундеслиге. И что с Айнтрахтом будет без Бобича и Хютера? Ну, в Айнтрах, я так понимаю, придет Кроше, Майк Марков Кроше, менеджер из Лейпцига. Ну, или, в крайнем случае, Ральф Ранник. Переходы довольно смешные, на мой взгляд. Я, наверное, не очень понимаю, зачем Хютеру идти из Франкфурта в Гладбах. В общем, ну, понятно, что Гладбах чуть-чуть по масштабнее, но все равно это довольно странный переход. Что касается Дортмунда, то, ну, посмотрим, может, попадут они с Розе. У него довольно хорошая пресса, хотя этот сезон у него в Гладбахе не получился. Ну, в общем, не вижу я большого энтузиазма. Сам не испытываю, точнее, энтузиазма по поводу этих переходов. Все про Алхазову, что он якобы болен, не знаю, не знаю. Так, опять Дементьев под шафой. Ну, это традиционное заявление другого быть не может, хотя я тут не пью. Какой приятный голос у Дементьева. Вы первый раз его услышали? Как вы думаете, увеличение заявки количества игроков в сборных лучше скажется на больших сборных? Слушайте, ну, сложно сказать. На самом деле, я боюсь, что не очень сильно скажется. Такое количество игроков в заявке все равно больше, там, 18 редко у кого, кто играет на чемпионате. Многие позиции, они строго для галочки. Ну, потому что это все-таки не клубный турнир, где целый сезон им так или иначе проворачивают все игроки. Я лично не вижу особого смысла в этом изменении. Ну, будет на три человека больше. Я не думаю, что это на ком-то особенно изменится. Владимир Сергеевичу крепкого здоровья совершенно согласен. Так, теперь уже Дорский напивается. Все напиваются, по мнению наших комментаторов. Лучшие выпуски «Попугай», ну, еще бы. Почетина отлетит. Прекрасно. Не знаю, что это имеется в виду. Ну что, спасибо за внимание. В следующем выпуске я, наверное, уже буду в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...